Почему во время общения с людьми, в частности, во время переговоров в моей профессиональной деятельности, мы не всегда понимаем то, почему люди принимают те или иные решения? Возможно, это связано с тем, что общество современное мы можем разделить на два типа. Во-первых, это Homo sociologicus, а во-вторых, это Homo economicus. Давайте о них сегодня и поговорим. Homo sociologicus – это те люди, которые принимают решения, основываясь на мнении общества. То есть они заботятся о том, каким образом они выглядят в том окружении, в котором они находятся. Homo economicus, наоборот, заботятся о выгоде, то есть о том, что необходимо для них, и в меньшей степени то, что интересно тем людям, которые окружают их. Например, если Homo sociologicus идет приобретать одежду, то достаточно часто это те люди, которые выбирают одежду известных брендов. Они готовы платить 500 или даже 1000 долларов за то, чтобы надеть майку с именем какого-то производителя, для того, чтобы принадлежать к какому-то обществу и произвести впечатление на другую часть общества. Это те люди, которые приобретают, например, гелики, но у них не хватает денег за тем, чтобы содержать этот автомобиль. Или это те люди, которые готовы приобрести за 1000 или за 2000 долларов обувь или сумки, для того, чтобы те люди, которые понимают, что это такое, оценили то, какой части общества они принадлежат. С другой стороны, Homo economicus – это тот человек, который будет приобретать в соотношении цена-качество. Причем цена гораздо важнее, чем качество. Этот человек готов покупать какие-то ноунеймы по скидке и жертвуя в какой-то степени тем комфортом, который также может сопровождать вот эту недорогую выгодную одежду. Homo economicus – это тот человек, который будет ездить на другой край города для того, чтобы сэкономить небольшую часть денег. И если надо, он для этого пройдет пешком. А если выгоднее ехать на общественном транспорте, то он обязательно воспользуется этим предложением. Достаточно условно мы можем сказать о том, что Homo sociologicus постоянно держит марку, а Homo economicus заботится о том, какое количество денег находится в его кармане. При этом я хотел бы вам сказать, что в каждом из нас находится какая-то часть Homo sociologicus и какая-то часть Homo economicus. Вот вопрос пропорций и вопрос в том, какая часть преобладает в нас в текущий момент и влияет на то, исходя из чего мы будем принимать те или иные решения. Если говорить о бизнесе, то в частности в моем случае, где приходится общаться с большим количеством незнакомых людей, Homo sociologicus приходится достаточно трудно. Ведь получая ответ «нет» от клиента либо кандидата в бизнес, Homo sociologicus начинает расстраиваться. В какой-то степени начинает разрушаться его внутренний стержень. Вот это зависимость от мнения других людей. Homo economicus в этом плане проще. Для них важна выгода. Поэтому, если им кто-то говорит «нет», они обращаются к следующему, так как их цель – заработать вне зависимости от того, что им сказали в данный момент. С другой стороны, ради признания, Homo sociologicus готовы работать даже в тот момент, когда они не получают прибыль. Homo economicus 10 раз посчитают, стоит ли им заниматься этим бизнесом, или, может быть, им стоит пойти устроиться работать в упомянутый мною McDonald's, что будет давать им прямо здесь и сейчас гораздо больше денег, чем те отложенные деньги, которые они якобы начнут получать когда-то в бизнесе. Если вы поняли, тот, кто перед вами сидит, Homo economicus либо Homo sociologicus, сделать это достаточно просто в момент знакомства и вопрошения, вы уже понимаете, что интересно человеку, на что он заточен, что его в большей степени беспокоит. Так вот, общаясь с людьми, вы должны четко понять, каким образом выстраивать свою презентацию, для того, чтобы показать именно то, что этот человек хочет увидеть в первую очередь в этом бизнесе. Мы в этот момент совершаем большое количество ошибок. Например, в тот момент, когда продаем Homo sociologicus те вещи, которые интересны Homo economicus. И наоборот, мы рассказываем о том, каким образом этот человек будет выглядеть в обществе, хотя нам нужно сосредоточиться на выгоде. То же самое можно отнести и к первому этапу развития бизнеса. Если Homo sociologicus важно поддержать на первом этапе, то есть показать ему, что он не один, поддержать его так, чтобы он был принят обществом, успокоить, если он получил первые отказы, то когда мы говорим о Homo economicus, то этому человеку очень важно получить первые деньги. Поэтому стратегия на первом этапе должна быть направлена на то, чтобы этот человек хотя бы сколько-то начал зарабатывать. Иначе, как принято говорить, пройдет время и он сольется. Итак, во время общения или во время переговоров нам не совсем понятно, на какой базе выстраивается то или иное решение человека. Возможно, это видео вам было полезно, но вне зависимости от того, узнали вы в себе Homo economicus или Homo sociologicus, я призываю вас познавать себя, потому что это не просто интересно, а это еще и выгодно.